Ай, будет круто! Ай, ай, будет круто! С каким настроением начинаешь дело, таким оно и получится. Придя в начале смены в городской оздоровительный лагерь при детском садике номер 41 вместе с другими ребятами, 10-летний Антон Серегин ни минуты не сомневался в том, что в Радуге будет намного веселее, чем дома. Дома ты один, не сможешь ни с кем поиграть, а тут с детьми. Три недели смены, наполненные увлекательными делами и интересными событиями, пролетели для детей незаметно. Мы гуляем, играем, нас развлекают, вводят в кино, в музеи. У нас здесь проходят веселые старты, мы ходим в библиотеку, в библиотеке у нас разные викторины, здесь очень интересно, пообщаешься с друзьями. В лагере, знаете, возможностей намного больше, чем в детском саду, потому что времени больше. И присутствуют и спортивные мероприятия, развлекательные досуги, инсценирование сказок у нас были. В этом лагере проводят часть каникул дети 7-11-летнего возраста. Всего два отряда. Дети более ответственные. Если они что-то сказали, мы просим, чтобы они отвечали за свои поступки, за свои слова. И они уже понимают, что да, если я сказал, значит я должен это сделать. А малыши, это малыши, то есть больше игра и, естественно, меньше ответственности за свои слова. Сказал я больше не буду, но, естественно, этого не произойдет. Впервые лагерь на базе ДОУ открылся несколько лет назад. Радуга – один из первых садов, решивших организовать отдых для выпускников сада и детей школьного возраста. Когда я бралась за это дело, я исходила из интересов своих сотрудников. Когда-то у меня было у сотрудников много детей до школьного возраста, они выросли и ушли в школу. Но в июне месяце они могли посещать школьные лагеря. Ну а что делать июля в август? А отпуск у родителей кончается, ребенка некуда деть. И я согласилась вот на этот лагерь. Большой опыт сотрудников сада в организации летнего лагеря делает отдых детворы по-настоящему полезным и насыщенным. Дети вечером не хотят идти домой. Каждый день прихожу вечером, чтобы ее забрать. Она говорит, попозже забери маму. Такой детский отдых рядом с домом в течение всего лета очень удобен родителям. Тем более, что плата для проживающих на территории района в этом году всего 1200 рублей. Что ж, вторая смена подошла к концу, но уже 3 августа детей вновь ждут в лагере «Радуга» на последнюю смену. Программа которой отлична от предыдущих, но не менее познавательная. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.